Да, еще у меня маленький перебор в новых телефонах. Я просто его вот так вот делаю, и он автоматически подстраивает. Добро пожаловать в этот влог. Сегодня я вам покажу проектор, который купил с Алиэкспресса. Проверим его в действии. Он такой малюточкой, но работает он просто охренетительно. Расскажу, сколько чего стоило, чего умеет. И покажу, какие сегодня еще нам аксессуары для моей столярки привезли. Да, будем двигаться вперед. Спасибо, что зашли в это видео. Ставьте оценки и поехали смотреть. Ну что, запомнили, как все это выглядит до перестановки? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, а теперь давайте начнем перестановку. Раз, два, три. Вот, здесь все разобрали. Здесь теперь у нас вот так вот все отделено. Моя лежаночка, но она с другой стороны должна быть. Здесь мы потом всю вот эту стенку замотаем. Будет красиво, такие бабочки повесим, или фотография. Вот, здесь теперь рабочее место полноценное. Но, чего-то не хватает, да? Наверное, подсветочки сейчас сделаем. Вот этот хороший такой прожектор. Вот, уже смотрите, как по-другому смотрится. Притом, можно его закинуть туда еще. И вот так вот красота. При этом, я тут себе сделал тоже, воля, отжимаю теперь это место и записываю здесь видосы. Так что, видишь, вдвойне полезно. А сейчас вам покажу проектор, который купил на Алиэкспрессе. Погнали. Вот такой вот проектор. Притом, пришел, что-то у меня вообще дня за четыре, наверное. Внутри с андроидом. И это круто, что можно прямо с него, можно сказать, использовать его как медиаплеер. Потому что большинство проекторов, те, которые позволяют делать, к примеру, там флешку ставить или что-нибудь еще, они стоят, блин, ну от сотки точно. 24 тысячи рублей, плюс Air Mouse в комплекте был. Ну, то есть для управления. Ну что, давай его открывать и смотреть. Значит, вот эта вот страница его. Давай перевернем. Значит, стоит он сейчас от 24 до 25 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, потому что здесь можно разные комплектации выбрать. Так, ну, соответственно, мне просто этот магазин сделал скидочку, но я заплатил своих денег и реально купил его. По характеристикам и 2,4, и 5 ГГц берет. Bluetooth есть, 2 ГБ оперативки 32 ГБ встроенные. Можно сразу сюда, ну, с Samsung посылать изображение. Так, что тут? Притом отзывы у него тоже нормальные были. Взадко D1. Короче, что самое главное? Android внутри и яркость около 4000 люмен. Использует DLP технологию. LED-овская лампа стоит. И здесь прямо написано, что это мини-проектор. Ну, окей. Давай открываем. А еще, сейчас протестируем. Для меня еще самое главное, чтобы он стоял на полу. Ну, это посмотрим, не факт, что это так все сработает, потому что раньше я всегда ставил на какую-то поверхность, чтобы проецировать изображение. Потому что, вы знаете, я смотрю на этой стене. Было бы круто, если бы его можно было поставить на полу. И он с полу бы как раз его проецировал, чтобы без подставки использовать. Ну, что? Он реально мини. Смотрим, что еще есть в коробке. Ну, кстати, так прикольно упаковано. Смотрите. Зачетно. 24 тысячи рублей. Так. Достаем. Нет. По упаковке вообще вопросов нет. Ну, что? Пройдемся по комплектации. Прикольно. Смотри. Знаешь, маленький сам проектор. Здесь сверху все управление. Вот такой бы штуки мне, знаешь, какая не хватало. Когда мы ездили в путешествие, потому что я брал с собой Nintendo Switch и выводил как раз изображение на телевизоры. А здесь, блин, он малюсенький. Смотри, ну, просто в руку помещается. Взял с собой в путешествие. Хоп, и везде можешь нормально себя спроецировать, посмотреть фильмы, поиграться в игрушки. Значит, по подключениям. Можно вставить USB-1, к примеру, как вот передатчик или приемник от этой AR-мышки. К сожалению, она только на английском языке. Видите, здесь можно отпечатать, к примеру, там какой-то поиск. Но сам пластик на мышке выглядит и ощущается вот здесь довольно-таки дешево. Но смысл у нее все равно именно AR-мouse, чтобы что-нибудь напечатать. Ну, и управление проектором происходит. В комплекте вот такой вот классный пульт. Он из soft-touch покрытия. Вот этот комплектный. Очень дорого ощущается в руке. Он такой легенький и, скорее всего, наверное, без батареек в комплекте. Сейчас нужно будет найти, да, свои маленькие. Мы сейчас сделаем. Это пульт для управления самим проектором, который в комплекте идет. Зарядное устройство в сеть. Дальше. Тренога. Это, кстати, вот круто, что позаботились. Тренога, на которую можно поставить проектор и спроецировать изображение куда угодно. Сейчас посмотрим, как это делает. И HDMI, HDMI. Круто, что тоже положили в комплект. Ну что, здесь все понятно. Четыре ножки, вентиляция, сюда оставляется тренога и управление. Управление фокусом по меню и клавиши включения, клавиши домой. Здесь находится линза. Давайте подсоединять. Хрена себе, он громкий. То есть, знаешь, не то, что он громкий, но такой прям объемный звук. Вот это прикольно. Просто такой малыш. Слушай, круто. Так. Вау. Для путешествий просто must have. Офигеть. Слушай, красавец-то какой. Wing. Так, автоматически трапецию. Да, сам. Да, видите. Трапецию меняет автоматически. Я просто его вот так вот делаю. И он автоматически подстраивает. Хопа. Вот это клево научились сделать. Гироскоп, значит, есть. Так. Вот, что немаловажно. Смотри. Без подставки ставишь на пол. И у тебя изображение четко снизу идет. Ну, у меня просто здесь этот уголок. Но изображение начинается вот прямо отсюда. Оно вот сюда не заходит. Это круто. Давай попробуем сюда треногло сделать. Значит, такая вот малютка. Классно, что у тебя только кабель питания. И все, ведь и Android. И ты можешь здесь уже пользоваться. Давайте его подключим в сеть. Перед этим, наверное, фокус. Попробуем настроить. О, прикольно. Так. Фокус здесь такой электронный. Сейчас настраиваем, настраиваем. Так, переборщили. Вот так вот примерно. Yes. Слушай, по первым ощущениям, прям крутотень. По настройкам, да как и любой Android. Давай, Network сделаем. У меня сейчас скачивается обновление. Сразу как только вышел в сеть. Вот, кстати, мышка. Вот сейчас видите. Вот она на экране. Все, мышка работает. Подсоединился, да. Как раз этот приемничек. Ну-ка, все, сразу все заработало. Сейчас скачается прошивка. Проверим, что там у них нового. Ну, кстати, при полной яркости. Ну, нет, при полной яркости, конечно, здесь ничего смотреть нельзя будет. Нужно немножко потемнеть, потому что здесь прям прямой солнечный свет. Что я сделал? Значит, обновил программу обеспечения. Теперь здесь внутри, к примеру, в настройках есть русский язык. Поставил русский язык. Это классно. Ну, и смотрите, перейдем к чему. Вот это, на самом деле, интересно. AirPlay. Потому что умеет не только с Android все пускать. Но, смотрите, можно с iOS-устройств. Это, к примеру, мне кажется, интересней. То есть тебе, по факту, теперь не особо нужен Apple TV. Потому что, ну, как вы знаете, не на всей телеке можно так пускать. Не на всех есть. К примеру, открывается такая вот, какая-то китайская приложуха. Вот, и дальше мы на телефоне, делаем немножко яркость поменьше, вот, повтор экрана. И здесь выбираем вот этот вот HappyCast Y7. И после этого, у нас, смотрите, хопа, все, телефон-то сюда транслируется. С YouTube-чего все идеально сюда становится. Попробуем перемотать. Хотя, можно, конечно, напрямую смотреть. Так, ну окей. Дайте попробуем сюда какой-нибудь фильм пустить из своей библиотеки. Так, AirPlay, AirPlay. Так, какая-то передача началась. Кастинг. Ну, это, конечно, будет зависеть от именно самих вот серверов, блин, Apple. Потому что фильмы даже на самом iPhone иногда долго запускаются. Не, ребят, что-то именно с Apple, с iTunes, он что-то долго грузит. По факту сам AirPlay работает бесподобно, но вот именно какая-то проблема с iTunes здесь, чтобы iTunes сюда передал. Ну, ладно, неважно. Все то же самое только через Android-смартфон. Мы также получаем полностью доступ к своему телефону. Дайте попробуем, во-первых, что-нибудь на YouTube-чике запустить. Всегда партнеров, я могу знать, что же на карте старт. Окей. То есть мы вырезаем сегодня. В этом 30 секунд, 30 секунд. Пойдет. Но при этом не устаешь. Дай попробуем какой-нибудь фильм запустить. Так, PlayFirm отсюда не запускаются. Он предлагает через Chromecast это делать. Так, ничего, не проблема. Давай другим путем пойдем. Не вопрос. Давай через браузер какой-нибудь фильм запустим. Так, вопросов не возникло. Ну-ка, перемотаем. Ну, все. Окей. Что хочу отметить. Звук в этом проекторе очень достойный. Очень достойный. Здесь что-то немножко у меня подлагивает звук. Не знаю, из-за чего это. Из-за сети, может быть, или из-за передачи данных внутри. Ну, что-то немножко подлагивает. Ну, по крайней мере, все работает. Значит, в разделе видео мы обнаруживаем встроенное приложение YouTube. В этом проекторе. Это, на самом деле, круто. Что ребенок так тоже поставил. Хопа. Ну, изображение, конечно, намного больше, чем всякий кубик дает. И намного ярче, конечно, реклама. Так, нет. Все, звук здесь просто обалденечий. Ладно, а то сейчас Темка придет. Звук шикарнейший. Просто объемный охренеть. Прям вообще советую. Есть еще офисное приложение. Называется WPS Office. Можно сканировать QR-код здесь и вывести любое, ну, свое изображение документа прямо сюда. Ну, то есть какую-то презентацию провести. Окей. Дальше есть еще маркет, конечно, чтобы скачивать приложение. Называется AppToy TV. Так, что у нас тут есть? Давайте посмотрим. Игрушки. Ну, слушай, прикольно. Вот отсюда качаются приложения сюда. Есть приложения, которые уже установлены. Всевозможные плеера. Это, конечно, все прикольно, но можно подрубить сюда еще, например, свою игровую приставочку. Такую, как Xbox. И играть в свои игрушки. Слушай, ну, прям это. Звук. Звук у него вообще топовый, еще раз скажу. Каждый раз, как начинает играть что-то, это просто какая-то чума. Как они засунули в этот маленький корпус такой динамик. Значит, Xbox у нас выдает разрешение здесь Full HD. Ну, конечно, вот эта вот штука у нас получается никак не Full HD. То есть Full HD поступает на него. Но он выдает у нас немножко поменьше разрешение. То, что это сразу, это видно. Так, ну, окей. Нет, слушай, поиграться вообще прям замечательная тема. Ну, смотри, например, давайте я сейчас отойду. Продемонстрирую. То есть вот такое вот здоровенное изображение будет. И тут, в принципе, раз, два, три шага. От проектора до стены. Вот так вот меня просто здесь больше не вырезают уже. Ну, сейчас просто источником сигнала слушает Apple TV приставочка. Вот это. Ну, ладно, это не важно. Давайте еще попробуем сюда в USB воткнуть флешку и с нее что-нибудь проиграть. Потому что это намного интереснее будет. Так, HDMI здесь, кстати, да, один. На вот USB здесь два. А это хорошо. Слушай, ну, просто, ну, как это, тревел вариант. Или как маленький вариант для дома. Просто идеальная тема. Вставил свой жесткий диск. Он мне предлагает, что сделать. Ну, давай, выбираем все файлы. Покажи нам. Вот. Вот такой вот просто жесткий диск из ноутбука через перхотнячок в USB. Здесь уже не помню, сколько. На 250 гигов, что ли. Так, и вот доступ. Я получаю, знаешь, фотки можно смотреть. Так, да. Через какую-то китайскую программу. Круто. Слушай, вот это, на самом деле, кайф. То, что вы, на самом деле, себе даже представить не можете, сколько стоят проекторы, ну, от известных производителей, которые умеют, ну, которые со стройным плеером. Я уже не говорю про Android, а со стройным плеером просто. Ну, реально от сотки. Так, ну, давай что-нибудь проиграем. Что такое влог? Здесь на выбор сразу куча плееров дает. Тут клево. Закачал на жесткий диск, подключил. Хоп, смотришь, да, разрешить. Так, не может проиграть этот файл. MP4. Давай попробуем BS-плеер. Инициализация движка. Давай. Для этого здесь куча. Вот. Сразу обучить, скажем, первое впечатление. Это мой влог. iPhone SE 2020. Немножко потупливай. iPhone SE 2020. Вот, но он немножко покоцанно. Он реально кем-то был раньше использован. И замкнут. Так, ну, по крайней мере, воспроизводит. Давай еще вот этот XB Player Mini откроем. Просто обычный мой влог, который... Так, плеер не может воспроизводить этот файл. Ничего страшного. И вот этот головной пресс, что-то там. Он сразу обычный человек, скажем, первое впечатление. О, здесь уже получше. iPhone SE. О, здесь уже хорошо. Знаешь так, iPhone SE 2020. Отлично. Он немножко покосанно, но он реально кем-то был. Слушай, так. Все, можно сделать заявление, что из четырех плееров два открывают. Один из них делает видео вообще шикарно. Вот, круто. Я даже не знаю, что тут еще показать. Все умеет. 24 тысячи рублей. Соб на него оставлю вам в описании. Именно где брал, именно на Алиэкспрессе. Чекайте там. Ну все, мне кажется, с этим закончили. Ну все умеет реально. И AirPlay, и жесткого диска из флешки. Подсоединять можно дополнительное устройство. И колотур можно подсоединить. И Office делает. И всевозможные плееры ставятся. И уже есть установленный. И полноценный Chrome. То есть, тебе можно как раз не AirPlay, там не мирокастить со своего iOS и Android, чтобы там, я не знаю, на сайтах смотреть в онлайне что-то. То вот Google Chrome выбираешь. И здесь прям смотришь. Это самое большое изображение, которое у меня получилось сделать. Можно еще дальше. Но у меня просто провод уже не дотягивается. Вот так его поставил. Вот с меня даже ростом выходит. Ну-ка сейчас посмотрим. Пока, на мере, сфокусировано. Смотреть можно. Все на целую стену сделать. Вот. Тут весь прикол в том, что он как бы... Он HD, потому что здесь оптическое разрешение, не Full HD. То есть, он поддерживает Full HD. Но... Ну, где-то вот 960 на 540. Не знаю, насчет 4000 люменов, конечно, не уверен. Но, по крайней мере, должно быть ярко. Настало время заварить себе чайку. Эх, на улице. Погода шикарнейшая. Так, я себе тут пуэро. Я бы не сказал, что сварил. Мне просто негде было его заварить. У меня заварник кончился. Я себе его сюда вот залил. И в кастрюльке, можно сказать, заварил. Осталось только разлить. Я как всегда, я просто в своей лучшей форме, знаешь, варить кофе в кастрюльке, пуэр в кастрюльке. Ну, емкость, она и в Африке емкость. А вот кофемашинкой пользуемся. Классно. Хоть проверено годами уже, давно работало. И у нас, у моих родителей, до сих пор делают вкусный кофе. Просто сам по себе бред. Зачем мне пуэр разогревать в микроволновке? Ну, нормально сейчас еще немножко. Пуэр грею в микроволновке, представляете? Ужас какой. Китайцы бы меня просто в тюрьму бы за это посадили. Кто пуэр заваривает в кастрюле и греет в микроволновке? Я. Вчера была еще шикарная... Ага, закрыта, ну ладно. Шикарнейшая погода. Грядки к нам приехали. Да, еще у меня маленький перебор в новых телефонах. Но ничего, бывает. И все, короче, с камерами, с камерами. Сколько камер. В тюрьмке новый набор с плейдо, в котором можно готовить. Здесь есть специальные доски. И всякие выдавливалки. И кучу плейдо. А еще у нас песочница, кстати, появилась. Но мы ее пока не восстановили. Так меня бесит ветер на улице. Прям вообще жесть. Даже снимать невозможно. Ничего на улице. Блин. Ты что, ты какой-то непрыха какая-то? Она как-то... Ты... Ты... Вот знаешь, бывает такое, когда вот прям не прет все, да? Вот бывает. Вот, кстати, грядочки. У нас родители заказали. Будем их потом устанавливать. Это их не окончательное место. Нам их нужно будет разнести нормально. Так, и ступеньки надо будет вот эти жесть тогда. Потому что у меня уже нормальный верстак есть. У меня ступеньки не нужны. Сегодня надо будет заняться. Небольшую перестановку замутили. Ящик. И спать Hyper PC. Ну, просто ребят, когда заморачивались, сделали из фанеры. Нормально здесь, смотрите. Прям для компьютера. Так все используется в хозяйстве. Теперь два верстака. Это я как раз со своей деревни привез. Это здесь был. Здесь пилу поставили. Вот. Значит, мой Буратино. Не знаю, что с этим делать. Я уже думал, как-нибудь может вот так настрогать какие-нибудь подставочки. Или подстаканники. О, может какие-нибудь подстаканники замутить. Реально. Why not? Если у меня поток получится как-нибудь это все отпереть. Потому что у меня такой высоты нету ничего. Мне нужно... Знаете, чего не хватает? Рейсмуса и ленточной пилы. И все прям. И тогда красота полная. Вот. И с той там доску, когда, помните, хотел делать разделочную. В итоге получилась какая-то хрень. А я потом вот ее выпилил. Получилась такая вот подставка. У меня еще нету маленькой шлифовальной машины, чтобы у меня, короче... Или насадки, чтобы вот сюда вот дошло. То же здесь я все зашлифовал. Здесь вообще прям все идеально. Углы, конечно, получились не везде ровные. Но это моя вторая поделка, наверное. Ну, как-то вот так получилось. Жду, когда придет ко мне масло. Что все это дело промаслить. И будет для чего-нибудь использоваться. Ну, конечно, такая штука. Сам изготовил шаблон. А я, кстати, по-моему, этого... Я не помню, показывал. Я не показывал, по-моему, показывал. Вот. Зготовил шаблон из арголита. Потом по этому шаблону здесь, как раз, этот квадрат выперелал. Ну, такое себе получилось. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Жду сегодня. Должна приехать новая фанера. Буду из фанеры делать разделочную доску. Но не просто, а торцевую. О как. Да. Потому что у меня материала нет вообще совершенно. У меня только здесь старые куски фанеры. Но они мне, наверное, пригодятся для чего-нибудь другого. Так, и перчатки я себе принес. У меня дома лежали. Перчатки вообще просто самые лучшие. Еще у нас есть, смотри, наклеечка. Ведется видеонаблюдение. Надо какой-нибудь повесить. Ну, реально ведется. Вот времена. 21 век. Все видеонаблюдение. Ладно. Погнали. Здесь можно это, блин. Морозильник открывать. Положили штуку, чтобы не капало. Цветочки все распустилось. Вот, а эту. Эх, ее даже отсюда не видно. Песочницу. Пока еще до конца не установили. Ее нужно будет еще тоже покрасить. Конечно, все это дело было в одном цвете. Еще забыл. Кофеварочку выключить. Шпынь. Конечно, в большом доме интересно жить, когда ты знаешь. Видишь, оттуда сюда прошел у тебя уже целая прогулка. А в квартире только из одного угла в другой. Это большой плюс. Ладно, погнали в подсобку. Занимаем всякой фигней. Вот пришел, что-то здесь попилил, попилил немножко. Потом решил, Темке, сделать продолжение игрушки его. У него есть и такие блоки. Я вот ему тоже решил таких напилить. Типа, все их отшлифовал. Вот эти вот ровные получились. Ну, я тут просто разные технологии изготовления применял, потому что в первый раз это делаю. Некоторые косичные получились. Но тоже в строительстве пригодится. У него просто есть игрушка. Там равные блоки такие. Из них там, ну, и строим всякую фигню. Вот строительный материал. Все отшлифовано. Уголки здесь тоже. Все прям, ну, для ребенка ништяк будет. Будет строить. Вот сейчас здесь еще три изготовил. Я их даже покрывать ничем не буду. Так вот, чисто, реально, строительный материал для стройки. Ну, скажем так, вот это почти идеально. Вот такие вот штуки у меня получились. Вот. А что? Можно их сложить вот в эту штучку. Короче, вот такие штуки получились. Вот. Может где-то места неровные, но на ощупь прямо все идеально. Ну, это так, знаешь, без всяких заготовок. Просто попилил, попилил, хоп, получилось. Даже пачек немножко повредил. Только не знаю где. Я на заднем дворе. А что эти наши грядочки, которые будут как-то стоять? Сейчас мне нужно, что? Мы вчера вот это напилили. Оказалось, слишком длинными напилили. Надо их укоротить, а то их слишком сложно закапывать. Такой небольшой заборчик у нас из березки будет. Вот. Мы не то, что прямо ее срубили. Мы нашли уже срубленную березку, и вот получилось. Так что, чтобы пристроить куда-нибудь. Не надо, пожалуй. Конечно, Оля у нас занимается производством заборов. Мы сходили, съездили, напилили еще. Вот, конечно, напилили. Вот сколько. Здесь, по идее, должно хватить, наверное, хотя бы вот до сюда. Хотя нет, наверное, больше. Ну, посмотрим. Пойдем пока. С Темкой в песочницу поиграем. О, какая высокая. Так, как вы думаете, что это будет? Макароны и банка тушенки. Ага. Как вы думаете, что это может быть? Мне вот это нравится. Классискас спротез. Ну, окей, классический шпротер. Притом у нас рижки, прям вообще не найти те, которые прямо из рижки не продают. У нас тут тусовка. Черепеперс. Хэйти, покажу черноту. Камера, конечно, не придает, но здесь прям вообще не бы черт. Еда богов. Дождик прошел. Смотрите, какой у меня срач в комнате. С всеми этими обзорами. Так, это же и проекторы, и телефоны, все здесь. Слушай, сейчас в последнее время столько, блин, обзоров вышло. Ужас. Так, надо и влогами тоже заняться. Спасибо, что досмотрели. До новых встреч. Пока, ребят. Чау.